Привет всем! С вами Виталина и вы на канале Посиделки с карандашами. Уже почти пол сентября прошло, а я еще не сняла результаты раскрашивания за август. Поэтому давайте сегодня посмотрим. Август у меня довольно-таки продуктивный получился, хотя про сентябрь я такого не могу сказать. Уже сегодня 13-е, а у меня нет ни одной раскрашенной работы. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Но это, конечно, пока еще ни о чем не говорит, что у меня вообще работ не будет. Но пока что так. А за август вот получилась 21 работа и еще 2 рисунка. Тут, я думаю, надо мне как-то свои записи немножко поаккуратнее вести, а тут столько зачеркиваний постоянно. Ну ладно, не в этом дело. Давайте смотреть работы. Работы довольно-таки сложные, совсем уж отдыхательных у меня практически нет. Я заметила, у меня уже второй месяц такой продуктивный. В прошлом месяце было 23, но в этом 21 и 2 рисунка как бы тоже 23. И я так думаю, это потому, что я практически отказалась от всех марафонов. И я раскрашиваю только то, что мне хочется, в свое удовольствие. И получается у меня больше 20 работ. У меня раньше такого не было. Давайте смотреть. Значит, раскраска, которую я планирую закончить, в этом месяце только на одну работу пополнилась. И то, эта работа была, которая недоделанная. Я ее просто доделала. И на этом все. Я раскрашивала в других раскрасках. В общем, заканчивание раскрасок у меня застопорилось снова. Вот такая здесь работа. Как раз подходит к моему сегодняшнему дизайну на столе. Наступила осень. И я вот сделала листики такие. И получилось, что первая работа, которую я показываю, тоже в такой цветовой гамме. Но, честно, я... Как бы это случайность. Так получилось. Я даже не думала. Ну, в общем, это такая простая работа. Я просто экспериментировала с цветами и с фоном. И вот решила черным фон сделать. Хотела сначала гуашью залить, но потом думала, ну зачем мне с этой картинкой заморачиваться такой простой. Столько времени тратить. Я просто фломастером залила. Ну, в принципе, мне нравится такое сочетание с черным фоном. Очень интересно. Если бы был белый фон, было бы совсем по-другому. Здесь фломастеры и золотистые маркеры. Разные. Какой-то у меня закончился, я купила новый. Какой-то старый здесь еще. Ну, в общем, вот эти вот более бледные, по-моему, это новый. Золотистый маркер. Он практически здесь смотрится, как серебристый. Такая вот работа. Все. В этой раскраске нет больше ничего. Давайте дальше смотреть. Дальше у меня работа снова. Распечатка от Арианы Брашкиной, которая подарила мне свои раскраски. Для раскрашивания. И вот в этот раз эта девушка Козерог. Я раскрасила ее акварелью Санет на фоне. Также перламутровой акварелью детской. Вот эти вот треугольнички и рисунок на одежде. И также здесь у меня доработка карандашами Кофенор Поликаллера. Это у меня уже вошло в традицию. Я все свои акварельные работы дорабатываю карандашами Кофенор Поликаллера. Они очень хорошо ложатся на акварель и выглядят красиво и интересно. И теперь пойдет раскраска, на которую я подсела. Я уже рассказывала, что у меня такое. Бывает, возьму раскраску и я не могу от нее остановиться. То есть от нее отделаться. Вроде как хочется еще что-то раскрашивать, но не можешь и все. Одно за одной работой. И вот я здесь сделала целых пять работ. Хотела еще, но потом как-то остановилась. Взяла другую, заставила себя немножко. И потом я на другую подсела, но об этом позже. Вот это вот. Кто смотрит мои творческие влоги, тот видел уже эту работу. Но творческие влоги смотрят намного меньше людей, чем отчеты за месяц. Поэтому для многих эта работа будет еще новая. Здесь я использовала карандаши Джотто. Кстати, об этом я рассказывала в творческом влоге, что они меня разочаровывают потихоньку. Все равно детские есть детские. Когда у тебя есть профессиональные карандаши художественные, ты ими уже расскажешь, уже как-то к детским душа не лежит и рука. Но получилось довольно ярко и симпатично. Стилизованный пейзаж такой. Я тут попыталась перспективу выдержать. Вот задний план сделала прохладным, с передней более теплой. Такая вот романтичная работа. Тянет в последнее время на такие удовольствие. Просто я получила большое. Дальше. Вот такая работа осенняя. Я не сказала еще. В принципе, здесь только Джотто и поско маркеры. Больше здесь ничего нет. А здесь эту картинку я раскрашивала карандашами Cofenor Polycolor полностью, с добавлением поски. И у меня в этом месяце такое для себя открытие. Я полюбила эти карандаши. Я вам уже рассказывала, что мне они особо не нравились, казались бледными. А сейчас я прямо очень сильно их полюбила. И мне нравится ими работать, как они наслаиваются потихонечку, постепенно. И какое-то вот ощущение интересное. Да, возможно, они не как призмы, не как полихромосы по яркости. Но в последнее время я пришла к выводу, что красивая картинка, она не обязательно должна быть сильно яркой. Я даже, честно говоря, немножко устала от ярких картинок. И хочется, чтобы была какая-то яркость, но чтобы она была более такая приглушенная, не кричащая. Не как вот, например, предыдущая работа. Не знаю, будет как будет на камеру, но она в самом деле очень сильно яркая. А это вот получилось как раз такое, какое мне хотелось. Я решила и дальше эти карандаши использовать без акварели, просто вот самостоятельно, как здесь. Дальше я покажу еще ими, также работу. И я даже подумываю, у меня набор 24 цвета, я подумываю еще заказать себе, купить побольше цветов, 36. Но это просто, так как я недавно заказала себе манделузы еще. Очень хорошая скидка была. 48 цветов манделузов я заказала за 15 евро. Про себе и подружке она тоже захотела, эти карандаши попробовала. У меня, кстати, понравились. И вот я заказала пока манделуза, кофе-нор, поликолор как-нибудь позже, когда у меня эти 24 цвета немножко больше источатся. Так что понравились мне они. Не знаю, почему я раньше так к ним предвзято относилась. И, конечно, они меньше слоев накладывают, чем лиры, но мне даже это иногда и нравится, потому что, так как у меня склонность к этому наслаиванию, хочется в конце концов остановиться, а карандаши тебе дают эту уже возможность. Ты просто уже не можешь им наложить энное количество слоев. Вот так. Ну, мне нравится эта картинка. И, в общем, в целом, получилось так, как мне хотелось. Потом, дальше вот эта. Эта картинка сделана на марафон от Ольги Рани в прошлом месяце, в августе. Марафон был передан нам, назывался, кажется. И вот здесь я раскрасила полностью полихромосами, ну, еще и поском. Я тут решила в этой книжке каждую картинку раскрашивать одним видом карандашей. И потом сравнивать, как лучше, как ярче, как более стильно. Но эта работа мне нравится вообще. И мы с мужем решили, что это мы уже будем в возрасте так выглядеть примерно. Ну, так вот, сходство какое-то имеется. Понравилось мне, как тут солнце падает, я придумала. Ну, в общем, в целом, перспектива соблюдена. Хорошая работа, я так считала, по крайней мере. Я выключила телефон, а то забыла выключить. Собралась перед тем, как снимать видео, выключить и забыла. Дальше вот эта. Эту работу тоже видели многие, кто смотрит мой хобби-влог. Творческую мастерскую я теперь называю. Творческая мастерская моей хобби-влоги, потому что я там много чего показываю, не только раскраски. И здесь пейзаж выполнен фломастерами от Штедлера двухсторонними. А все остальные объекты и сами герои на картинке выполнены карандашами Кофенор Монделуз. Мне понравилась тоже. Она яркая, но яркая как-то по-своему. Вот так вот получился стилизованный пейзаж такой. Вообще мне нравится эта раскраска, что здесь пейзаж на фоне. Мне нравятся пейзажи, нравится их рисовать, нравится раскрашивать. И то, что они стилизованные, они требуют не такого сильного напряжения морально-творческого, так скажем, чтобы его выполнить. А так как он стилизованный, можно немножко расслабиться, в то же время соблюдая какие-то определенные правила, но не так сильно напрягаясь, как рисуешь ты, например, настоящий реалистичный пейзаж. И еще одна вот эта, это мне вообще нравится тоже. Это первая была, которую я сделала в августе здесь. Это сделано лирами, вся работа лирами. И только немножко здесь вот, вот этот вот листва на этом дереве, я решила отойти от стандартов. Зеленая там, какое-то желтовато-коричневая листва. И сделала ее вишневой, как бы это закат у меня или восход. Скорее всего, это восход, я думаю. Вот они ночь здесь провели в саду. И вот просыпаются на восходе солнца. Ну, в общем, можно и закат, и восход как хочешь интерпретировать, в принципе. И вот на этих листях у меня от Creta Color Carmino, карандаш. Тоже нравится мне, кстати. А все остальное это лиры. И вот здесь я немножко контуры закрыла серебристым маркером. Тоже мне понравилось, не белым, а серебристым. Оно так не кричаще выглядит, и в то же время черных линий нет. И такое какое-то мерцание таинственное придает. Так что эта картинка мне нравится. Наверное, я даже не знаю, может быть даже больше всех здесь. Ну, в принципе, все пока что. Здесь я планирую еще много раскрасить. Эта раскраска двойная, то есть они повторяются по той картинке еще раз. И у меня здесь раскрашено 25, но которые не повторяются здесь 25. А всего у меня раскрашено... Да, я не написала. По-моему, работ 7 уже здесь есть. Ладно, дальше мы долго остановились на этой раскраске. Давайте следующую. Следующую тоже, кто смотрит мои творческие мастерские, я видела эти картинки. Это я наконец-то вернулась к гуаше. Выполнила фон гуаши на этой иллюстрации. Но потом я побрызгала лаком сильной фиксации, и оно теперь у меня блестит, как будто это акрилом сделано. Немножко я, конечно, расстроилась, надо было не брызгать, чтобы осталось матывать гуаши. Ну, я сделаю как-нибудь здесь еще одну гуашевую работу, тогда оставлю так. Значит, фон это гуашь. Мазками я работала здесь. Кому интересно, я показываю немножко. Но не мастер-класс, а как я это делаю в моей творческой мастерской. Одно из последних. И вот потом цветы. Это у меня акварель Джотто была. Вот эти вот украшения, колоски. Акварель Джотто, а сверху еще немножко золотистой гуаши. Ну, сейчас дневное освещение, оно, наверное, не будет видно. Ну, в общем, она здесь есть, золотистая гуашь. И вторая картинка, это такая, с рыбками под водой. Это все акварель у меня. Я забыла, фон акварель, наверное, Джотто. Да, это Джотто акварель. А рыбки только сделаны у меня были. Кухенор Поликавер. Да. И все. Ну, еще поски здесь немножко. Ну, вот здесь, кстати, Джотто акварель, она впитывается в пуску. Такая вот, ну, просто работа, я не знаю, чтобы она мне так сильно нравилась. Нет, ну, просто такая. Я расслабилась, нанося вот эти вот акварельные заливки. Получилось так довольно-таки неплохо. Потом, когда мы ездили на выходных в горы, у нас была на горах такая небольшая прогулка. Мы ездили рано утром совсем, проснулись в 5 часов и выехали потом в часов 6 или в полседьмого. Вернулись уже вечером. И вот я брала с собой в дорогу, думаю, там 2 часа ехать, я, может, что-нибудь пораскрашиваю. Если не туда, то обратно. Я начала раскрашивать в машине, но я поняла, что я не могу этого делать. Это постоянно трясет. В общем, я не получила никакого удовольствия и бросила. Но потом, когда я вернулась домой, я эту картинку доделала. Это вот в раскраске книжка называется «Вдохновение. Лесные животные». И вот здесь такая птичка. Выполнена она полностью карандашами Джотты Стильнова. Я решила в этой книжке их как раз и использовать. И, скорее всего, я не знаю, может быть, я больше их и не буду заказывать. Потому что, ну, как бы они у меня только будут вот для таких ярких, простых работ, чтобы они требовали именно яркости, более такие отдыхательные работы. Мне она понравилась, как выглядит. Для этой раскраски эти карандаши великолепно подходят, я думаю, превосходно. Но мне их еще надолго хватит. Может быть, даже если я закончу эту раскраску, они у меня еще останутся, эти карандаши. Поэтому, не знаю, скорее всего, их вряд ли выпишу больше. Здесь я еще брала карандаши от Штеклер. И пробовала штриховку вспоминать. И я поняла, что я уже забыла. Не то, что забыла, навык немножко утеряла штриховки. И прямо аж расстроилась от этого. Раньше у меня штриховка получалась просто великолепно. И думаю, надо это начать опять повторять. Руку набивать, потому что, ну, штриховка, как бы, тоже нужна. Просто привыкла. Сейчас постоянно раскрашиваешь заливками работы, а штриховку вообще не используешь. Ну, в принципе, вот, например, вот в таких картинках она очень даже помогает. Она спасает рисунок, превращая его из детского, из детского, стокового какого-то. Превращая, ну, довольно-таки симпатичный, стильный рисунок. Вот много вот, довольно-таки, вот таких, ну, такого ежика. Это у меня на будущее здесь закладка. Хотела рассказать. Здесь тоже такую штриховку можно применить. Потом, вот, например, вот этот олень, если я не захочу задание делать, сюда вот тоже листья. Здесь задание такое, чтобы листья росли вот отсюда, на эту сторону. Их нужно рисовать. Может быть, я не захочу, я просто добавлю здесь штриховку. Вот решила я опять повспоминать, потому что, ну, не гонится такое дело, прям расстроилась. Но потом я, как бы, уже рука стала вспоминать и делать правильно, но поначалу прям вот здесь я что попало сделаю. Напутала здесь линии, как зря. Но мне нравится эта картинка. Прямо я аж удивилась, когда шестить, что-то хорошо ложатся, ярко прям, насыщенно. Ну, а, конечно, все от бумаги зависит. Вот такая птичка яркая. Получилось очень даже неплохо. Еще, чтобы показать. Вот раскраска еще. У меня одна из новых. Здесь уже две работы или три. Кажется, две. И вот одну я в этом месяце сделала. Вот такую. Как-то я пришла с работы. У меня начинался отпуск. Это была пятница, и у меня что-то так, я расслабилась. Захотелось прям что-нибудь такого релакса. И я просто взяла и тестировала здесь разные карандаши. Вот на этой, как бы, мандале. Здесь и разные. Здесь и детский пеликан, здесь и майлами карандаши, и кофенар манделуз, еще какие-то. И золотистый маркер. Вот здесь у меня как раз я его закончила. Вот этот вот. Получилось так жизнерадостно и ярко. Вообще, мне эта раскраска понравилась. Эти гениальные структуры. У меня такой еще не было. Чтобы узоры, как бы, но в то же время, они уже состояли из фона. То есть не просто там листочки, всякие листики или цветочки. Надо было думать бы фон, какой. Здесь как бы фон уже задан. Его только нужно раскрасить какими-то цветами. Вот у меня здесь еще такая была. Я показывала в прошлом месяце. Получились они две такой теплой гамме. Ну, здесь у меня аппарель. В основном это здесь вот чисто карандаши. Думаю, мне еще, может, даже сегодня посижу. Сегодня воскресенье, 13 сентября. Я, может быть, посижу и начну уже раскрашивать что-то в сентябре и возьму что-то отсюда. Дальше идет именно та раскраска, на которую я подсела уже ближе к концу месяца. Что меня вдохновило? Кстати, изначально, почему я ее взяла, вспомнила, потому что здесь была одна работа, которую я вам забыла показать за прошлый месяц, за июль. Это была вот эта вот работа, такие гнездо, родители с ребеночком, птенчиком. И вот я забыла ее показать. И ее я раскрашивала акварелью Джотто и доработка какими-то карандашами, не помню, какими, может, лами или Кофенор Поликолор, это я уже забыла. Вот, и потом я что-то захотелась мне здесь опять пораскрашивать. Я начала вот эту, сделала ее, и с нее и началось мое увлечение этой раскраской. И в итоге я здесь сделала, получается, 7 работ. 7 работ я сделала за август здесь. Правильно я сейчас сравню здесь у моей книжечки. Да, 7 работ в этой раскраске счастья в саду. И вот это есть у меня на инстаграме. Здесь акварель Джотто и Поско. Потом следующее вот это. И я здесь решила дальше заполнять сразу же и вот эту страницу. Здесь всякие высказывания знаменитых людей. Здесь, в частности, китайская поговорка. Поговорки тоже есть. И вот я приклеиваю такие наклейки и также вот раскрашиваю вот эти вот рисунки маленькие, которые на этой стороне. Но кое-нибудь здесь нет высказываний, кое-нибудь есть. Кстати, я сняла обзор на эту раскраску, но необычный обзор. Это будет вообще ни у кого такого я и не видела. Но пока я это видео еще не смонтировала. Не знаю, когда я смонтирую. Выйдет этот обзорчик. Вот на эту раскраску. Кстати, она у нас как-то не так популярна, как вот, например, от Риты Берман. Хотя я тоже считаю, что эта раскраска заслуживает внимания. Это авторская раскраска. Это наша немецкая тоже автор. Урсула Шваб. У меня только одна вот из этой серии. Тут еще есть в этой серии раскраски другие, но мне кажется, некоторые стоковые, хотя я не уверена точно. В общем, не знаю. Но пока мне это и хватит. Здесь у меня акварел луч и плоская или гелевая ручка. Нет, здесь белая гелевая ручка. И доработка карандашами Кохинор Поликалер. Такая вот яркая картиночка. Что-то мне тут все съезжает. Неудобно показывать. Просто я хотела, чтобы заодно и эту страницу показывать. Дальше. В этой книжке вот такая. Мне захотелось, чтобы немного цветов сделать в какой-то одной гамме. Выделить только объекты. И вот здесь я тоже, мне очень понравилось, как вышли эти розочки. Кстати, я здесь использовала на цветах металлические карандаши, которые у меня есть, бюджетные, детские. И здесь акварель луч и доработка карандашами Кохинор Поликалер. Все традиционно. И вот здесь я опять приклеила наклейку. Ну, в общем, мне понравилось так оформлять. И, кстати, здесь от Ницше высказывание. Тут написано, если перевести, мы так охотно находимся на природе, потому что она, то есть, потому что у нее нет о нас мнения. То есть у нее не складывается о нас мнение, и мы не должны как-то себя правильно вести, например, как перед людьми. А мы совершенно свободны на природе, поэтому охотно там находимся. Дальше была вот такая. Вот эта работа сделана на игру Дитера. Все-таки я поучаствовала в этом месяце один раз. Это была тема погода. Вот здесь у меня солнечная такая погодка. Я, кстати, давно хотела подсолнух раскрасить или нарисовать. В этом году как-то не получалось. С рисованием что-то не заладилось с подсолнухом, а вот раскраску раскрасила. И здесь я написала о том, что я как бы там в игре Дитера, кто знает, там нужно писать комментарии к своей работе, ну или как ты раскрашивал, или что тебя вдохновило. Но я пишу маленькие рассказики к своим работам. Вот к этой тоже написано, рассказ. Если кому интересно, заходите в группу Дитера. Это мир раскрасок Дитера Гарцинга ВКонтакте. И там идет игра, можно посмотреть под выставленными работами рассказы. И вот здесь я тоже раскрасила этот цветок, штон, и добавила наклейки птички, которые мне, кстати, подружка подарила. Мне она подарила наклейки, и после этого у меня такая идея пришла на эту раскраску и здесь их клеить. Потом вот эта, да, раскраска у меня разваливается. Но я решила ее потом, если я вдруг ее в конце концов закончу, может быть, когда-нибудь, я не буду ее заклеивать скотчем, ничем не прошивать. Ой, я, кажется, что-то забыла. Ладно. Я просто возьму такую вот канцелярскую, как-то называется, зажим канцелярский. Она у меня будет как бы артбук такой. Конечно, она у меня будет уже довольно разбухшая от красок. И я вот просто здесь вот скреплю, и так она у меня будет храниться. Мне почему-то кажется так более креативной, чем я вот тут скотчем все что-то заклеить. Вот это мне тоже очень нравится, яркая такая жизнерадостная работа. Здесь акварель луч и карандашик Офенор поликолор. Кстати, вот эти вот цветы в уголке, они вообще без подложки акварели полностью поликолорами сделаны. У них такие яркие синие, голубые, фиолетовые цвета, просто такие мягкие. Ну, я не знаю, я в этом месяце прямо на них подсела и полюбила. Даже не ожидала, что так я полюблю поликолоры. Ну, а это все остальное лучом здесь сделано, немножко доработка. Лупа, кстати, тоже поликолорами. Вот обрамление вот это все металлическое. Я пыталась как под патину что-то сделать такое. Более-менее получилось. И здесь опять я тон сделала. Ковенор поликолор, а на фоне акварель луч. И две наклеечки сделала. Вот это вот я пролистнула. Это такие рыбки. Здесь я их немножко перезамылила, короче. Когда были тут меньше слоев акварели, оно оказалось более такое живое, более текучая вода. Это все такое прям прозрачное. Но потом я ее замылила. Вот так вот. Так что не переусердствуйте с акварелью тоже. Дорабатывала я тут тоже, конечно, поликолорами и белой белой левой ручкой. Да, работа неплохая. Это акварель Санет здесь еще, кстати. Но замыленная получилась. Можно было намного ее быстрее сделать, и она бы получилась более стильная. Чем я над ней провозилась, просидела, прождала, пока слои высохнут, и она получилась замыленная. И последнее. Здесь у меня вот это. Вот как раз здесь практически одни Кухинор и Поликолоры. Нравится мне прям эта работа очень. Только на фоне у меня подложкой закварели луч. Немножко на тыкве подложка, по-моему. И вот на этой картинке чуть-чуть слабенько на небе на фоне. А все остальное вообще без подложки. Это просто карандаши Кухинор Поликолоры. Я использовала 24 цвета, которые у меня. Получала новые оттенки путем смешивания. Здесь у меня разные совершенно зеленые получились. Там их только 4 или 3, но я тут понамешала разных. И получились совершенно разные оттенки. На камеру, конечно, это не видно. Но в самом деле это так. Вот мне нравится прям такая осенняя работа. И выполнена она 31 августа, как раз последний день лета. И прямо сейчас тянет осенние работы раскрашивать. Всякие такие корнеплоды, тыквочки, листики осенние. Вот такая вот получилась. Ну, насчет серьезных работ все. Я покажу сейчас рисунки, а потом уже раскраску по номерам в конце. Потому что не в силу это раскраски по номерам. Вот это вот я нарисовала пейзаж как раз с той поездки в горы. В инстаграме он есть. И в творческой мастерской последней я показывала эту работу тоже. 19 августа я сделала ее. Многим понравилось. И вот такая была у меня по мотивам татуировок. Такое сердце я сделала акварелью Саннет. Это быстро с добавлением еще здесь лайнера черного от Faber Castell. Ну все. А теперь начнем мы по номерам. Ну здесь немножко. Ой. Подождите. Я забыла сколько здесь работы, закладки нет. Так. Ну, по-моему, здесь одна. Я ее в августе сделала одну. Нет, написано три. Неужели я это все в августе сделала все три? Ну, я сейчас буду вспоминать. Какие? А, по-моему, да, вот 6 августа. Вот это ракета. Такая, я до последнего не могла понять, что это. И, кстати, я заметила, вот как бы фломастеры здесь не протекают. Но желтый цвет, по мере того, как он долго лежит, он начинает проступать. Вот. Ну, здесь это не критично. Потом вторая работа это была у меня. Что-то я тут... А, вот. Такой единорог. Я сначала думала, это лошадка, а потом... Получился единорожек такой. Нравился мне. Пусть это детские рисунки, пиксельные, но мне нравится. Расслабится и получается, в принципе, неплохо. И еще тут какая-то была... Даже, честно говоря, сейчас вообще не помню, какая могла быть работа. И еще. Вот эти у меня уже давно сделаны. А, это был такой инопланетянин, вот я споняла. Как раз ракета получилась, инопланетянин сразу. Хотя я выбираю случайно, я, то есть, не смотрю, что получится. Я просто беру... Например, в частности, в этот раз я брала там, где поменьше цветов, чтобы не заморачиваться. И вот попался мне этот инопланетянин на желтом фоне. И здесь я закрасила зеленым. Пришлось мне потом белым... маркером эдинг замазывать. А потом сверху фломастером. Получился, конечно, уже другой цвет. Ну ладно. Не важно в таких работах. Ну и все. Больше я не делаю ничего. Здесь у меня уже раскрашено. Кстати, эта же раскраска у меня тоже к завершению подходит. Здесь 21 работа раскрашена. И мне осталось только... Здесь 11. 11 работ осталось. Но это по настроению. Потому что эту раскраску не всегда хочется раскрашивать. Ну, на этом все. Я буду заканчивать тогда. Вложу на фон эту раскраску последнюю, которую я интенсивно раскрашиваю. Как бы раскрашивать не хочется, но вязать также очень хочется. В общем, видно будет. У меня сейчас нет никаких планов. Посмотрим. Но надеюсь, что-то раскрашу, чтобы вам показать. Ну, на этом все. Желаю вам творческого вдохновения, как обычно. Раскрашивайте, рисуйте. И увидимся в следующих видео. Всем пока. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok